Потому что и смотрел, и были разборы уже на YouTube, как вы знаете, у Александра Петрика, и Стика там тоже разбирался в этой карте довольно неплохо, и есть целый ролик там на 40 минут, где он объясняет, как на ней нужно играть. Ну, в общем-то, есть контент, и у нас тоже будет. Поехали смотреть. Первый пистолетный раунд. Аункер занимает окно. Это центр, если что. Резальт там тоже ищет довольно активно. Уже под А распикивают ребята, да. Ну и также есть три позиции под Б. У команды Продиджи. Если смотреть по позициям у Na'Vi, в целом... Ой, неплохо. Аункер тут ляпнул, еще делает два минуса. Довольно легко это выглядело с его глаз. И вот так вот легчайших два фрага в начале этого раунда для Натус Винсера нужно, естественно, реализовать. Аункер просто тир для него уже триплкил оформляет здесь. И по одному просто пикают его ребята из команды ВПП. Лево-право сработало. Наконец-то, ну, Руфар только что потеряли эфир. Там помог тоже Аункеру оформить противника на центре. И результат остался последний, который, конечно, попытается выйти сюда. Но слишком много игроков команды Na'Vi Junior оказывается в этой позиции. Так что 1-0 для юниора в Na'Vi. И для Аункера классный старт. В общем-то, его мы выделяли каждый день как игрока лучшего в этом составе. И думаю, что сегодня тоже многое будет получаться. Но здесь, конечно, больше вопросов к команде ВППРОДИРЖЕ. Потому что, как мы сказали, две катки они уже проиграли. И третью не хочется. Да, очень не хочется. Сейчас будут отыгрывать ребята с голоками экономический. Ну и максимально заряженный здесь, конечно же, Na'Vi. Смотрим. Два ФАМАСа, две МКИ, МП9. Стартовый молек на центр карты, чтобы отрезать ранний выход. Ну и здесь мы видим четверку игроков команды ВПП под базой B. Перед стартом Дуги. В маленькой комнате за ящиком прячется. Там бомба не будет показываться. И что-то там вынюхивает под аплентом. Позиция номер 5. Это Резалт. Ну и здесь, наверное, желание просто сделать какой-то минус. Погорелов четенько отыгрывает. Там постоянно будут такие дуэли, наверное, у Погорелов и Резалта. На B тоже стягивается. Сейчас команда ВПП будет выходить довольно быстро. Синикс! Четыре минуса. Как же жестко раскрутил свой ФАМАС. Все по головам там в итоге залетает. И не было шанса даже у команды ВПП дойти до этого плента и установить бомбу. Нет даже и попытки. В общем-то денег они больше себе не получили. Но в этом раунде могут закупиться. На калашах выступает сейчас атака. Na'Vi Junior. Все просто шикарно. Посмотрите. Не особо это что-то они кого-то теряли. Давайте их послушаем. Это был голос АУНКЕРа, насколько я понял. Нет. Ну, должен быть тинь. Вот. Дым баню быстро. Молик пода. Дым рампу дали. Флэш пода. Один. Один А. Они дали при нейт. Флэш. Вышли, 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 вышли с унк. Флэдного. Меня дым пода дал. Я светлый ушел. Он один. Продлил дым. Пода. Выходил. Плохой дым очень. Все нормально. Можешь подойти ко мне, Илюх? Я задалимся. Да, подойду. У меня еще флэшка есть. Очень плохой дым. Слева может быть. Я в нынчики пока. Подачу у вас. Баня может прийти, пацаны. Нужно подойти сотку. Точнее. Баня? Уйди забери Баню. Я на астрофе, у меня фарм. Не могу на контакте стоять. Рампа осторожно, я прячусь в нынчики. На инфу Баню забрал. Ты сможешь флэш под меня дать? Баня, это вот эта комната маленькая. Даю. Я чек на левую, Жень. Бум. Слева нету. Никого не видел. За Иксом. Кидает Б. Одна флэш. Была для мина зиги. Взял на выход. Взял на выход. Флэш для мина была. Да, да, да. Зиги. Звук. Сотка вышла. Родион, если я ТБ раскид, я тебе скажу. Надо взять химичу ТРМПу. Я попытаюсь, и у меня будет флэш на твэш. У тебя есть дэм, Родион? Да. Можешь тюрьмы дэм принести? И два тюрьмы сыраем. Я бани чекаю. Бани чекаю. Я спада под Икса, под фейнгом сижу. Дай сейчас дэм на банану. Дал флэш банан. Сейчас чек на под нее. Слэс мог. Возможно бет. Да. Анима от него выйти. Надо подходить, Илюх. Я смотрю, рампу смотрю. Сможешь дэм отдать? Анима его. Я на контакт соблюдал. Ба кидает. Дэм. Вышел. Не вижу даже. Вышел. Да, малюки. Иду свет. Вырывай обратно. Хорошо. Хорошо. Звук. Звук. Взял бомбу. Я буду врывать. Хороший. Хороший. Ну, такого аункера сегодня будет крайне тяжело пройти. Это факт уже. Слушай, ну аункер вообще в этом плане он как, ну он сильно выделяется. Вот он стоит на пятачке вот так вот, когда нужно как-то релик расстрелять просто всех. Он это обычно делает максимально эффективно. Ну, 3-0. Хороший старт для Na'Vi. Да, очень аккуратно все отыграли ребята. Мы видели там по информации все четко. На центре они даже не пытались особо играть. За него отвечал Монаси через бублик. Помогали, в общем-то, аункер если что мог бы там выйти. Но с другой стороны баня на нем тоже была и на песке дальше он не продвигался. В общем-то играли закрыто ребята из команды Na'Vi Junior и это дало свои плоды. И вот он последний минус. Он и все закрывающим выступил. Ну и пока 3-0. Первый тайм-аут для команды VP Prodigy. Посмотрим, что в итоге придумает эта команда. Потому что опять же мы не хотели бы на их месте оказаться. Почему? Потому что они стартуют в атаке сейчас. И мы вообще по опыту просмотра Ancient'ов заметили очень много отыгранных карт, где доминировала именно защита. Тут структура располагает, но еще мне кажется, что это частично обусловлено тем, что карта новая. В атаке еще, знаешь, как-то может быть не так много каких-то креативных и острых каких-то идей и предложений от атаки. Здесь мы видим небольшой набор по гранатам был у VP Prodigy. Первый контакт на центре. Монаси мажет, пропуская там в мидл уже двоих игроков. Должна быть информация для тиммейтов. Резалт сейчас встретится с Фиром. Фира хороший угол. Держит он пока. Режет обратно. На самом деле, понимаешь, что поддержки там не особо-то много будет, потому что Погорелов на точке А. И никуда не собирается отходить. Ну а заняли-то окно у нас ребята из ВПП. Но куда дальше пройти, пока непонятно. Тут разве что тиммейты смогут расшатать оборону на других позициях, чтобы развернулись как-то игроки, которые отвечают за центр у Na'Vi Junior. Пока у нас затишье перед бурей. Откидывается смог от Аункера на Банан. Это точка B. И двигается ломик уже по направлению к этой позиции. Так что это уже будет выход точно сюда. Ну там 4 плюс 1, в общем-то, нарисовали. Разве что Резальт сможет как-то подловить тайминг для себя и убить Фира, например. Но тому нет смысла никакого разворачиваться обратно на B. Там два игрока тоже все держат. Аункер смотрит выход из песков. Ну а кто ему будет помогать? Это, кстати, Синикс, который подошел уже на 90. Молотов неплохой на банан отлетает. И как будет играть Аункер? Одного забирает. Синикс не пропускает ломика. Бомба до сих пор не доходит до плента. 20 секунд до конца этого раунда. Фир дождался все-таки спины и последний падает True Fire. Пятый раунд заканчивается. Ну очень четко. Вот ты знаешь, как-то взяли в начале раунда гранаты, что-то накидали и больше под эти гранаты ничего не было. То есть по сути заняли там мидл, прошли, отпугнули Монеси и зашел там один из игроков в комнату ближе к Аспауну, который Фир как раз таки контролировал. И все, и дальше никакого позитива не было. То есть по сути там гранаты потратили, но ничего из этого не извлекли. Да, территорию тоже отобрали хоть какую-то ВПП, но в итоге никак не смогли здесь сыграть себе в плюс. Ну и теперь снова девайсный пять калашей. Фир играет на центре, получает в окно смок и тут же Rufire занимает эту позицию. Боится он Монеси, который показывал уже снайперскую винтовку на публике, но сейчас в другой позиции находится снайпер команды Na'Vi Junior. Погорелов тоже довольно близко играет и он понимает, что постоянно к нему приходил результат. Rufire. Какой выход! Не перестреливает Фира, хотя был такой шанс убить одного из игроков защиты. Теряется также у нас второй боец, это был Блайди, который вчера показал очень крутую карту Вертига, но не сейчас. 3 в 5 в итоге для ВПП. Ну и затишье на карте. Резалт в зиге. Чекает пески. Я так понимаю, вот эту позицию они баней называли, да. Как раз таки. Молотов сейчас откинет, вероятно, еще Аункер. Есть у него там гранаты на удержание. В целом у Na'Vi еще есть смоки, есть Молотовы, есть флешки. То есть, в общем-то, тут все довольно неплохо. И позиционку тоже не сохраняют. Неплохой Молотов от Аункера. Ну, в мясо не пройти. Да. Это понимают уже. Cheerful результат. Разве что дабл пик будет. Там уже на ящике находится Аункер. Одного забрали. Синикс не успел отойти. Неплохо. Cheerful на размене сыграл. И тут уже Фир. На пленде Б. Как? Он будет останавливать противника. Минус бомба. Но Cheerful на размене еще раз сыграл. Понимает, что уже в шарте может быть Мониси, который все это время перетягивался. Но с центра готов заходить еще один боец команды защиты. Это Погорелов, который успел стянуться в этом тайминге. Cheerful его не ожидает. За колонной находит свою смерть. Последний боец ВПП. Это 5-0. Пока что боль. Атаки, которые до плента вроде доходили. До установки, правда, у нас не могут они добраться. Но с другой стороны хотя бы какой-то размен только что получили. Но очень много хаоса на карте. И не хватает мне игры по парам. Она вроде как была через баню, да? Но, с другой стороны, они слишком много потеряли еще до захода на ПНБ. Да. И вот здесь Truefire имел хороший шанс для того, чтобы сделать минус. Ну здесь, казалось бы, да, был позитив, был размен. Но, опять же, они были в численном меньшинстве. Я имею ввиду ВП Продиджи. Тайм-аут залетает. Второй. Нужно уже тушить. Да, такой набор скорости от своих соперников. Так, тренер команды Virtus.pro вступает в работу. Flash, если не ошибаюсь, его никнейм. Объясняет, как нужно сыграть именно сейчас. Команда закупается. Напоминаю, есть там деньги на Галилу и Калаши. Но нужно уже до установки бомбы дойти. И, может быть, обратить внимание на точку А. Потому что там напряга была минимум. Только Резаль туда ходил. У него были перестрелки с Погореловым. Да и все, на этом все заканчивалось. Владик пока сидит на нуле. Ни одного фрага у него Моноси. Открывается. Тут Truefire делает размен. Но, опять же, Моноси забирает еще одного. И, в конечном итоге, размен в плюс. Погорелов откидывает смок. Колит, что здесь начинается выход. Справляется с одним. Падает ломик. Резальт на размене. 2 в 3. Было бы неплохо также убить здесь Моноси. Который держит неплохой угол. Получает под себя смачок. Не может он пока действовать. Неизвестно, есть ли у него там вижн. Здесь Синикс на хелпе. В принципе, готов в любой момент разменять своего тиммейта. И вроде как Na'Vi понимает, что два оставшихся игрока, команды Virtus.pro, находятся под позицией A. Ну и понимали, конечно, в ВПП, что в разлом в пирамиду не пройти. В общем-то, теперь надо отходить. Что-то для себя искать. Может быть, кого-то на поджиме из игроков команды Na'Vi Junior находить. Но мы-то видим, что Моноси только сейчас выходит из бублика на центр. Ну а Cheerful вместе с резальтом к себе на respawn. И это будет очень медленный выход на точку B, на которой сейчас только один Синикс на зелени. Он очень аккуратно играет. На самом деле, даже можно в какой-то момент отдать этот плент. Моноси, если что, придет через зиг. Ну и есть ли там смоки у ребят? Нет? Только флешки. Но это будет довольно сложно, на самом деле. Потому что одному придется в любом случае накидывать. И где-то синхрона, наверное, не получится, чтобы выйти вместе хотя бы подразмен. Но там уже поджимается центр, опять же. Тоже очень важно. Сейчас пойдет туда Моноси, и он будет на поддержке. Тут Моатов. Синикс спалился им. Как он сыграет дальше? Резалт! Пропушил противника неплохо. Бомба устанавливается в итоге? Да, неплохо. 2 в 2. Нужно разыгрывать такое. Также можно откидывать флешечки, которые имеются на руках. Резалт сейчас, возможно, пикнет короткий. Должен. Должен. Какой-то тайминг. Да, под флешечку четенько там cheerful. Ну и смотри, 2 в 3. Судя по всему, ВПП могут забрать этот раунд. Моноси постарается. 1 в 2 ситуация. Чекает ближайшие углы. Понимает, что сейчас осталась только дуга. Фейкует хороший смог. Должен выходить в этот смог Резалт. И он оказался здесь проворнее. Первый раунд для команды Virtus.pro Prodigi. С чем мы их и поздравляем. Возможно, это будет какая-то позитивная серия для этих парней. Ну а у Na'Vi, не знаю, проиграли меньшинство. В целом, вот Cynix своим молотовым спалил расположение. Естественно, сразу стало понятно, где он находится. Возможно, он был лишний в этом плане. Но, опять же, это разбор уже для и самого игрока, и для тренера. Так что, такой игровой чисто момент, но потом какая флешка ювелирная залетела. Это было тоже общение команды ВПП у вас на экранах. И они в этом плане выступили действительно очень приятно. Это первый раунд. И, с другой стороны, там еще вот, если взять Clutch Monasi, да, этот смог на самом деле неплохой на банан. Но, с другой стороны, там же у нас на спуске находились два игрока, и они могли даже вместе выходить там. Да. Сложно дефузить бомбу. Так что, в целом, ситуация неприятная. Но, с другой стороны, по экономике у Na'Vi Junior все еще было для того, чтобы сейчас закупиться. Но где-то потеряли там двух игроков, где-то трех, может быть. И экономика потихонечку у них идет на убыль. И вот они, Virtus.pro Prodigy. На ваших экранах был Rufire. Один из лидеров команды. И куда он сейчас их поведет? Седьмой раунд. Владик на банане сейчас будет показываться. Откидывает смог по точку B. А там у нас три игрока готовы принимать быстрый выход или нет? Резальт занимает еще один на центре. Знают они о том, что Monasi постоянно пикает этот угол, и в итоге у него снова получается убить кого-то с ВП. Они как-то странно его фидят постоянно. Не потравят какой-то флешки, может быть, наоборот. Да, вот просто дайте, но вы же знаете, где чел. Займите просто с флешками этот мид. Я видел, что некоторые команды просто зига под B бросают моменталку для того, чтобы атак ослепить снайпера, и тут с бубликой не мог никого забрать. Это логично. Возможно, бросали, но не попали. Да, есть размен. Уже упал у нас Илья. Но 4 в 3 ситуация для Na'Vi. Они в большинстве. Также красный у нас Rufire получил снайперскую винтовку на руки. И сейчас, как мы видим, распикивает базу B. Базу A, простите, там пока два опорника. Видел спину, такой слишком легкий фраг для Rufire. Бладик сбирает бомбу, перетягивается в сторону базы A. Я так понимаю, что пошел капитанский кол. Cheerful также стягивается под Upland. А там только на хилпе играет Fear. Да. Капитан команды Na'Vi Junior. Rufire откидывает молотов на хилпу. Вернее, за ящики на выход. Опасается он выпада из пирамиды. Бладик показал себя. Сейчас будет на разломе уже. А там уже должен перетягиваться еще и третий игрок команды Na'Vi Junior. Cynix. Я до последнего верил, что это будет, возможно, даже фейк. Флешка неплохая, залетает. В итоге пир под нее играет. Rufire забирает красного. Не так уж и много шансов было. Дабл пик неплохой на Unker. На размене сыграл Бладик. Последний остался команды WPP. Будет дальше пушить. Но Unker сегодня попадает строго в голову. Unker на таких статичных позициях просто не прощает. Он не прощает. Это механически очень сильный игрок. И вы сами видите, смотрите, вернее, его стримы, когда он постоянно пытается наигрывать. Очень много ситуаций на FPL, и это дает свои плоды тоже. Да, Unker жарит плотно. Такой, я думаю, один из кандидатов на попадание в основной состав. В будущем, конечно же. Пока у команды Na'Vi точно нет проблем. Главное, чтобы не терялась мотивация. Понятно, что она должна зашкаливать, учитывая, что ты играешь в Na'Vi Junior. Как и у всех ребят остальных. Cynix тоже интересно, как будет раскрываться. Так, посмотрим. После этого раунда еще поговорим. Тут быстрый выход на точку B. Флэшка там была неплохая, но Cynix'а уже уронили. На сотки играет Fear. Дальше Monossi тоже в размен пускает резальто. Там бомба в итоге выпала. И WPP разваливается по одному здесь. Fear тоже помогает своей команде. Погорело. Вообще пришел тоже в опорник точки A сюда. Что самое интересное, даже не поставили бомбу, хотя на плент вышли. Я имею в виду Prodigy. Да, да, да. Cynix, если не ошибаюсь, смогут поправить меня. Или Ami, если смотрят. Там будет смотреть или Chaos. Проходил через европейский FPLC. То есть в FPL попал через Европу. Это очень жестко на самом деле. Потому что понятно, что везде сложно попасть через любой регион. Да. Но он прошел очень сложный путь. И где-то, возможно, нервов больше добавилось на этом турнире. Но мы ждем пока. Думаю, раскроется уже скоро этот парень. Monossi снова под смог. Занимает Боблик на выходе. И сколько таких фрагов мы еще посмотрим. Там флешки кидаются, что самое интересное. Но они ни капли не эффективны. Вот. Это уже не первый раз. Тут интересная комбинация. Просматривается. Fear прокрался в карман. И вот знает ли об этом результат. Потому что вроде как он угол контролирует. Но дальше пока не пойдет. Откидывается гранатами Na'Vi. И пока позиции смотрятся довольно хорошо. Ну, кстати, Fear еще не занимал перекрестную позицию тоже на центре с Monossi. Вот они еще такую у нас комбинацию не показывали. Она очень простая. Но в данном случае может быть эффективная. Потому что ВПП у нас разбрелись по карте. И пока непонятно, как они вообще будут играть с центром. Или вообще могут о нем забыть. И бомбу забирать готовый результат. Для того, чтобы идти по точку B. Куда еще? Там два игрока на зиге. Кстати, давно уже песок не занимали ребята из ВПП. Сейчас задумались об этом. А кто у нас из Na'Vi? Там два игрока. Как они их читают жестко? А ункера вообще сейчас могут не проверить. Потому что Fear на себя будет байтить. А там еще смоком закрывается мясо. Ой, как сложно будет выйти сюда ВПП. Тут теоретически даже этот смок можно было оставить на чуть попозже. Да. Еще больше времени в игры. 35 секунд до конца. Прощупывается дуга командой ВПП. Fear откидывает флешку. Switch не очень удачный. Кстати, могли его подловить. Но и Cinex здесь играет на хелпе. Тоже перекроет. Три игрока на базе B у команды Na'Vi Junior. Fear начинает принимать триплента. Ошибается. Аблатик делает минус по Fear. Cinex на хелпе. Все-таки есть рефраг. А ункер также подключается. Руфайр на размене. 2 в 3 ситуация. Cinex играет через хелпу. Попытается заденать бомбу. Было бы неплохо ее отменить. Ой-ой-ой. Клажка неплохая залетает по 90. Ой, Cinex пока что не двигается. Cheerful чекает. Монеси тоже показал себя с АВП. Забрал одного и второго тоже щелкнул в объектив своего фотоаппарата. 8-1. Na'Vi Junior забирает себе первую половину. Поздравляем. А в АВП только один раунд. И сейчас уже устанавливается четвертый тайм-аут. Последний. Очень много, конечно, хаоса. Да, вот вроде заходят на точку. Но Na'Vi, во-первых, угадывают где-то позиции. Играют на размены очень хорошо. Сложно пройти. А ункера и Монеси с АВП попадают сегодня. Давай начнем сначала. Давай. Мы не можем выйти нормально в мидл. Вот это основная проблема. Мидл – это проблема, да. И то есть проблема даже в том, ну прежде всего, да, что ладно там выйти, не выйти, там размены, не размены. Просто нет нормальных гранат вменяемых. Неужели там нет смока, который перекроет эту хелпу, да, там вы флешками как-то отрежете и вместе выбьете позицию. То есть пока выглядит так, что, знаешь, вот мы не можем справиться с мидом. Нас, типа, мы получаем entry. То есть в смысле оппонент получает entry. Нас меньшинство. Купает в работу Амиран. Амиран говорит, а пацаны побежали такие. Вообще не уважают старика. Ну, мотивация, конечно, уничтожить соперника сейчас. Потому что были вопросы к команде Na'Vi Junior еще вчера, позавчера. Особенно, когда они проигрывали B.I.G. Oman Academy. Но сейчас вообще… Ну, какие вопросы могут быть? У них все получается. Защита, конечно… А какие вопросы могут быть B.I.G. с такой игрой? Да, они жесткие. Они всех удивляют. Пока играют действительно B.I.G. очень-очень крепко. Это один из претендентов уже на LAN. Ну, и Na'Vi. Сегодня тоже могут улучшиться. Monessy под точкой… А уже забирает еще и бомбера. Первого выходящего. Что это было такое? Интересно. Как так вынесли бомбу просто. Да. Торт уже лежит под командой Na'Vi здесь. И… Они готовы его съедать. И заодно перекусывают ребятами. Там Result. Бладик тоже попадает под Погорелого. И Monessy. Последний Rufire. И, в принципе, читается тоже его позиция. Куда еще он мог пойти, если его команда выходила с бомбой. На точку A. Так, спокойно. Сейчас будет два фрага в спину. Или не будет? Там смотрят в спину. Не-не-не. А Ункер обращается. Не-не-не. Видишь, они даже не знают, что он здесь. Они пропустили его. Он, как вода, просочился сквозь камень. Да. Древний ацтекский хру… И… Фира! Забирает там разворот от Monessy. Или кто у нас там? Погорело уже с авиком, да. Но без зума получается ликвидировать последнего бойца. И это 9-1. Хороший момент, правда. Но было бы круто забрать двоих. Но это… Не та позиция… Вернее, не тот ган, наверное, в руках. Был калаш бы какой-то, да, то было бы легче. Ну, пока в одни ворота. Я даже не знаю, на самом деле, ну, типа… Что здесь можно сделать? Можно поиграть просто free-for-all за атаку. Да. Но, опять же, прикол в том, что ты можешь играть free-for-all, но ты должен как-то в миде изолировать Monessy. Плюс мы видим, что против Monessy не выступает особо через снайпера команда ВПП. Его просто не остановить, он уже на центре и себя чувствует как дома. Так, тень заметила, еще один минус пару фаеру. Вот мне бы интересно было посмотреть после этой карты статистику open-фрага в Monessy. Понятно, что они все были сделаны… Ну, в основном, вернее, на центре. Там мы видели на точке А в прошлом раунде, где бомба у нас падала. Но, в целом, эффективность снайперской винтовки зашкаливает сейчас у молодых из Na'Vi. Ну, и, в целом, одна команда на сервере пока у нас. Это правда. Ой, не хочется, чтобы ВПП развалились, ты знаешь, по морали. Потому что сыграли они первую катку 17-19, да? 14-16 против Young Ninjas на овербассе. Да. Но сейчас они летят очень сильно. Да, летят очень крепко. И разрыв уже 8 раундов. И в очередной раз делает entry kill Илья. Ну, и численное преимущество для Na'Vi. Тут у нас Бладик распикивает дугу. Сейчас будет, возможно, дуэль с киром. Там парный выпад. Очень четко сыграли Na'Vi. Опять же, есть размен. Ну, и ломик на зиге. Прошел он все-таки сюда. Дальше вот что делать? Ну, окей, заняли комнату. По карте растя... Ну, похоже, кстати, по позициям, как free for all. Да. Только лишь бомба сейчас, мы видим, уже смещается под базуа. Да, кому куда удобно может пройти. Ну, посмотрим еще. Там есть фактор напряга от ломика на точке B. Синикс может и пропустить его. И на себя в итоге ломик стянет еще хотя бы одного игрока. И тиммейты смогут выйти. Нет, не получается. Чирфу падает еще и на Атмонеси. Последний остался резальт. И нужно выруливать. А выруливают он левее. И прямиком на снайперскую винтовку. Ой, 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 ой. Ну, как бы поиграть быстрее, да? Хочется, чтобы вместе, может быть, ходили ребята. Если уже не получается так разбредаться по карте. 15-3 статистика у Монеси. Да, ему все приятно, все хорошо. Посмотрите, эти выходы. Мы видели, как он из бублика играл. Да не только бублики там хороши. Там калачи на него выпадают просто в каждом раунде. И он фидится, да. Он фидится. Ну и то есть вот эта вот проблема концептуальная в миде, она не решена в принципе. Вообще. Ну, кстати, в этом раунде не играет Монеси на миде. Там пока только соло фир. Опа. Выход на погорелого. Флешки через верх будут, надеюсь? Оставили в итоге одного только Руфаера под Зигом. Кстати, под него поджимаются два игрока. Нави Джуниор. И, возможно, будет контакт именно еще и раньше, чем мы думали. Потому что ункер готов выйти. Нет. Судя по тому, что происходит у нас на карте. Нет. Смоками закрывается. Все. Молотов летит на банан. И давайте посмотрим на Погорелова. Как он принимает? Смок. Флешка там полетят нормальная. Такая раскидка хорошая получается у команды ВПП. Теперь нужно исполнить по фрагам на опорнике. Не получается убить Бладику. Но Чирфул в позиции, чтобы сыграть в размене. И вот она наконец-то бомба будет. Ой, залетел Чирфул в пирамиде. Непонятно, кстати, зачем и почему побежал вперед в этот смок. Ситуация явно того не стоила. Наверное, думал о том, что сам Погорелов здесь играл. И его тиммейт не успел занять близко. Ну, ладно. Там есть просто позиция на свече вот этой вот. И можно занять ее, тебя не прочекают. Ломик. На одном вот сыграл Аункер на размене. Также красный после него остается. Резалт ненадолго. Уже ноль хп. Рубов! Р2 минус отдал, но Аункер его уже не отпустил с этого угла. Отличный ретейк от команды Navi Junior. Руками Аункера, который оформляет у нас минус 3. Ну, и в целом у нас были шансы, конечно, у ВПП. Но вот где-то нужно задуматься. Резальту или Чирфулу там, кто у нас пошел в смок. Потому что, по сути, отдал позицию. Да, дал позицию. И, опять же, там не было предпосылок к тому, чтобы пушить дальше в смок. Ну, зачем? Вы заняли, вы поставили бомбу, отрезали смоками. У вас постплан ситуация. Плейтайм. Просто играйте на время. Тем более, не так-то часто удается эту бомбу поставить, да? И так успех в этом плане был. И, ну, просто педаль Торма за парень не нашел здесь. Неплохой, конечно, шанс был у Рфаера. Ну, и так он максимум выжил из этой ситуации. Ну, и отметим хорошую раскидку Монеси. Удивляет в очередной раз. Ну, это вообще, на самом деле. Там Молик лежал справа на центре. Поэтому у нас атака не выходила сюда. Сеникс не дал выйти Бладику, но уже по одному. Откровенно катает команда VP Prodigy. И результат уже пойдет один пикать Погорелова на точке А. Но, может быть, у него получится. Он будет успешнее, чем его тиммейт в этом раунде. Ой-ой-ой, результат неплохо. Но оставляет ему 7 хп Погорелов. При этом отлетел уже в следующий раунд. Ситуация 4-3 в 2. У нас серия разменов. Я так и не понял, где это произошло. Ну, был минус под А и был минус под Б одновременно. Руфай остается один против троих. Погибает от Моноси. Или я вездесущ по всей карте. Просто такой мини-модель Симпла, которая летает с посохом и ультует. Аункер и Моноси. Электроник и Симпл. Ну, ты знаешь, я задумался о том, что они сейчас нажимают табуляцию, смотрят Аункер 19 на 5, 16 на 4 Моноси. И между ними уже какая-то будет сейчас ситуация такая. Ну, могут они посоперничать по-хорошему в команде, кто больше набьет. Когда у тебя все получается? Конечно, мы не знаем деталей, да. То есть мы можем только предполагать, но уже мы понимаем, что есть материал, с которым можно работать. Я имею в виду там, да, для основной команды в том числе. Опять же, повторюсь, благо у основного состава Na'Vi как бы нет проблем. И в ближайшее время, надеемся, и не появится. Но, тем не менее, уже, как мы видим, молодежь вполне себе перспективная. И можно уже что-то из этого пластилина лепить. 12-1 довольно печальное зрелище для ВП Продиджи, ничего они сделать не могут. Опа, подсадка, наконец-то. Что-то придумали. Наконец-то подсадка против окна. Вот это мы еще не видели на этой карте, но Моноси читает. Такое ощущение, что он уже сам думал, ну когда они ее сделают. Но обычно, ребята, ее делают с авиком. Тут был калаш, который, ну, вроде как калаш, да, который отлетел только что от Моноси. А Ункер, например, поджимается под раскопки. На песке его забирает Чилфул. Там классная флешка залетала еще перед тем, как падал у нас один из опорников точки Б. И, ну, хотя бы что-то получается. Один в один размен. Два игрока сейчас находятся на точке Б у команды Navi Junior. Это Cynix и Fear. Ну, и сейчас они будут отрабатывать, судя по всему, защиту этого плента. Потому что соперники сюда уже раскидываются. Полетела информация. Cynix флешку дожидается. Тиммейт тоже помогает, останавливает Владика. Падает также Чирфул. Cynix уже два минуса. Можно жить, выживать в этом углу. Последний остался Rufire, который выйдет на перекрестный огонь. Моноси и его тиммейта. Ну, и тут Айвик. Айвик постоянно на поддержке. Он везде вообще по всей карте летает. Посмотрите, как он притягивается быстро на точку А. Он с Соником просто перелетает на точку Б только что. Да. Чувствует игру хорошо. А почему? Потому что Middle не напрягается командой ВПП. И Navi могут особо присутствие большого не показывать. После начала раунда, конечно. Ой, ну это реакция была. Знаешь, я посмотрел еще раз. То есть он ожидал, конечно, выхода или возможного подсада. Но это уже на реакцию. Шлепнул. Ну и потом. Не дал выйти Руфайру последнему. И это пятнадцатый раунд. Заключительный. В этой первой половине между командами ВПП и Navi Junior. Я радуюсь, ты знаешь, что это Ancient. И что наконец-то я его прокомментирую. Да, да. И да, понятное дело, что хотелось бы больше огня увидеть. И больше раундов для команды, которая сейчас в атаке находится. Но что поделаешь, Navi сегодня жесткие. И снова. Три безответных минуса. Уже четыре. И последний остался Cheerful. Он пытается выйти на точку Б, а у него нет бомбы. И это четырнадцать один. Просто закапывает. Да, не очень интересно. Да, не очень. Тут раунд еще не закончился. Мы смотрим на Морозы. Ну, в принципе-то понятно, что здесь уже шансов у Cheerful нет. Хотя, конечно, он постарается. Опять же, пока жив. Надежда сохраняется. Теоретически это может быть Ace. Немножко смущает то, что это однокалиточная игра, по сути. Хотелось бы, конечно, больше открытого Counter-Strike. Больше драмы. Больше каких-то интересных моментов. Так, как у нас сегодня первый денюк был. Ну, вот и оверпасс не сложился. У нас там 16-3 счет. Именно с таким результатом победили NIP. У команды Astralis выиграли. Сейчас Na'Vi в одни ворота просто раскатывает VP Prodigy. Один фраг всего-навсего уломика. Да, стоит отметить, что в принципе это только первый день такой, где у нас происходят такие разносы. Потому что я помню вчерашний день. Любая карта – это чуть ли не допы. Какие-то нереальные просто моменты. Много хайлайтов. Но здесь уже серьезно взялись и те же Ninjas. Young Ninjas, которые и Na'Vi Junior сегодня тоже подоспели. И видно, что карту Ancient в защите. Точно у них все готово. Здесь для того, чтобы забирать так много раундов. Против Avika не нашли приема команды ВПП. Хотя я ждал, когда они там смогут его на центре загнать с двух сторон. Хотя бы попытаться Зига. И с выхода правого. Ну, Monisi себя чувствовал очень хорошо. Самое начало. Только добрался до Avika. В каждом раунде минусы. Проходы на Бублик. Даже видели мы комбинацию вместе с Fear, который тоже часто приходил на центр. На B. Synex и Aunker, которые стояли железобетонно. Погорелов. Я уже не первый раз замечаю за ним, что вот какая карта, не важно. Но как опорника его можно одного просто оставлять. Да. Он много полезного делает. И самое главное, не отлетает где-то там. Да, хорош. Вот он хорош. Да, по стильбе такой тоже на пятачке может нормально отработать. Вот он Fear. Radeon. Было вчера, кстати, очень приятное интервью. С ним в студии аналитики очень спокойный, хладнокровный, настоящий капитан, лидер. И команда Virtus.pro. Может быть, это, конечно, не точно. Мы послушаем их TeamSpeak в пистолетке. Ну, по идее... Нави-то мы уже сегодня слушаем. Да, в пистолетке. Было бы неплохо. Ну... Едем! Есть Смок, есть две флешки в атаке у команды Na'Vi в пистолетом раунде. Занимают они довольно быстро middle. Заходят на Зиг. Здесь Rufire в упоре. Уже погибает от Синикса. Ну, и могут дальше Na'Vi двигаться. Понимая, что их оппоненты играют в меньшинстве, Владик слышит передвижение через пески и так называемую баню. Ну, и тут уже выпустили. Просто выпустили. И это проблема. Одна флешечка. Синикс трипл килл. Там очень жесткая. Ну, хотя Cheerful мог, конечно, кого-то в спину забрать, но слишком уж хорош сегодня Синикс. Возможно, даже эйс в этой пистолетке или нет. Ломика ждут. В спину не пройдет. Фиир. Пал. Результ. Ой-ой-ой. Нож! Монеси! Ломику уже совсем неприятно. Ну, зачем уж так жестко, а? Итак, парень у нас отыграл в сторону 1.15. Тут еще и на нож посадили. И в этом случае я не думаю, что кто-то в чате у нас будет писать зря. Как это обычно бывает после ножа, там, когда, например, кого-то из Na'Vi старшеньких режут, да? Всегда зря пишут, потому что обычно происходят жесткие какие-то камбэки после этого. Не, ну, ты знаешь, играю против Na'Vi и кого-то резать или ставить себе цель, что-то... Так, просто ослалдите. Ничего не делайте. Причем тут моя закупка? Хаями. TeamSpeak, команда Na'Vi. Вроде близко будет рампа. Не, да. Подать нечего. Вряд ли не видел. Я зашел флеш мяса же. Подожди, пока не надо. А есть флешка от этого? Холд. Хорошо. Хм. Хм. Холд. Я сказал холд. Сотню, пойдем ближе сейчас. Я подхожу. Да. Пикаю 6. Давай. Забрал 6. 77 нету. Давай. Могу подойти на дымбаню. Я красный. Отошел. Я пока отошел, осмотрю. У тебя есть смок в окно? Есть. Даем. Можешь релотнуться? Они сейчас тэм будут отпушивать скорее всего. У меня здесь хп, парни. Со мной не гаси, человек в паре. Извини, их играем. Татэм это та позиция, которая... Я беру бомбу. Бублик татэм, да. Угу. Он всегда бэрит. Б не вижу. Они в тюрьме остались. Хуёвый смок. Мехо говоря. У тебя молик тупая есть? Нет. У меня один дым остался. Пацаны, я могу гранаты дать. Б? Пойдем контактным татэм. Эээ, опасно. Нет, голыча. Нет, голыча. Нет, голыча. Можно два дыма отдать. Да. Дадим два дыма. Или я дашь правый? Да, дам правый. Мы в тюрьме сведем. Начинайте в 36-ой, пожалуйста. Я смотрю тюрьму. Даудим. Даудим. Справа, справа, Жень. Месси. Упор. Упор справа стоит. Пик убил. Хорошо? Справа убил. Хорошо? Четвертого ищите? Ласт снайпер. На заднее. Я ставлю. Я буду резать. Он зумил. Давай. Давай, Родион. Пацаны. Нет. Светлый чел. Хорош. 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 Только не это, я хотел сказать. Только не еще один нож, но тут уже совсем уж катком проехались по своим соперникам ребята из команды Navi Junior. Упор.